Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о необычном ноже. Это нож от фирмы Ontario. Ontario делает хорошие ножи. В принципе, я вам рассказывал уже о некоторых ножах от этой фирмы. Это нож из серии Ranger. Серия Ranger для фирмы Ontario придумывает дизайн. Дизайнер Джастин Гингридж. Это серия довольно-таки брутальных ножей для лагерных работ, для бушкрафта. Так называемые ножи выживания. Все фуллтанка, все мощные, все довольно-таки увесистые. Нож, про который я вам сейчас расскажу, имеет обух 4 мм, накладки из микарты, руководит на огромных винтах, ножны из Кайдекса. У него есть стеклобой на обратной стороне. Сейчас вы увидите этот нож для выживания из серии Ranger. Вот он. Это такой небольшой маленький нож, конечно. Это самый маленький нож из серии Ranger. Наверное, вы представляли себе что-то большое. брутальное, но это совсем даже небольшой нож. Этот нож называется LB2, то есть Little Bird A2. Маленькая птичка в переводе. Хорошее название для ножа, такого маленького. Я его для себя назвал маленький, но очень гордый птичка. Нож, конечно, необычный, очень специфичный. Многие сразу скажут, что он нифига не для выживания, это полная ерунда, что он неудобен, что для выживания нужны другие ножи, типа Изулы, как у Бьяра Грилса что-то. Да, это все так, но у этого ножа есть своя такая узкая специализация. Сейчас вы, думаю, все поймете. Вот нож, вот нож. Ложим нож сюда, и нож у вас в назе. В принципе, все понятно, это нож для сверхмалых назов, для чего-то небольшого. То есть, когда у вас место критично, место и вес критично, нужен небольшой, очень компактный нож. В принципе, концепцию подобного ножа за меня озвучил известный специалист по выживанию Даг Риттер. Он сделал нож RSK MK5. Это нож практически такого же размера, тоже двухпальцевый. Он сказал, что... Он говорит по концепции ножа примерно следующее. Следующее, что этот нож, он именно для маленьких, небольших, аварийных запасов. То есть, нож очень маленький. То есть, когда у вас ничего нет, но есть этот нож, этот нож реально может помочь. То же самое я переношу и на этот нож. На самом деле, в ситуации бушкрафта, выживания, большой, огроматный лом, тяжелый, он не всегда нужен. Гораздо более полезным иногда бывает просто сделать какие-то мелочи, что-то выстарвать, какой-то инструмент, сделать какую-то ловушку на какого-то мелкого зверя или еще что-то. Для этих целей вот такой маленький нож, он в принципе пригоден. У этого ножа есть недостаток. Этот недостаток, я считаю, серьезен. У него здесь нет отверстия под темляк. Здесь есть дурацкий стеклобой, непонятно зачем сделанный. Отверстия под темляк есть у версии с накладками ТАН. Почему они не сделали его на этой версии, я не знаю. А почему так нужно отверстие под темляк? Для короткого, настолько маленького ножа, оно необходимо. При помощи отверстия для темляка можно дополнительно фиксировать нож в кисти. Это очень полезно для каких-то силовых работ. То есть, допустим, когда нужно что-то зафиксировать, какой-то силовой рез нужен, темляк он дополнительно фиксирует. А здесь мы вынуждены будем дополнительно прилагать усилия, напрягать пальцы. У меня рука маленькая, а мне он в принципе лежит еще более-менее нормально. И то я чувствую неудобство. Если у кого-то рука больше, ему будет еще более неудобно. Тут единственный вариант, это упереть его вот так при силовом резе и вот так вот давить. А им надо было бы, мне кажется, еще сюда бы сделать насечку. И стеклобоем, соответственно, тоже вы, то есть, как вы себе представляете им пользоваться, да? Единственный вариант для использования стеклобоя, вот видите, стеклобой такой невнятный. А единственный вариант для использования стеклобой я вижу следующим образом. Итак, ну опять-таки это неудобно, нож здесь болтается, у нас ножны будут разбалтываться. И вообще, нахрена, я не понимаю, когда на ноже для выживания, на ноже для бушкрафта, вот на такого типа ножей ставят стеклобой, какие-то дурацкие открывашки, какие-то, какую-то хрень, это полная хрень, надо просто делать нож нормальный. Лучше бы они вместо стеклобоя, тогда бы уж ничего не делали, просто голую пятку. Тогда можно было бы для каких-то силовых работ его применять, что-то ковырять. А здесь этот стеклобой будет нам руку номинать, понимаете? Впрочем, есть версия и без стеклобоя, но если уж они делали этот стеклобой, то они бы сделали бы лучше уж отверстие под темляк. Такое мое мнение. Накладки здесь из МИ-карты. МИ-карту, вот видите, как она выглядит. Выглядит так брутально, подтасканно. В принципе, тут все понятно. Винты такие очень мощные, большие. При желании можно все это раскрутить, поменять накладки, или раскрутить их, сделать обмотку из паракорда. Все это реально. Покрытие здесь порошковое. Аналогично, скорее всего, покрытию на других ножах поживания от Онтарио. В принципе, нормальное покрытие. Сталь здесь 1095, углеродка от Онтарио. Это хорошая сталь. На большинстве аутдорных ножей используется именно она. В принципе, она ржавеет легко. Но здесь покрытие. Только на режущей кромке у нас покрытия нет. В принципе, это нормально. Сам он довольно-таки пухленький. А в руке сидит на двух пальцах так нормально. Если еще вот упереть, какие-то мелкие работы, что-то делать, как-то работать с ним, это все, в принципе, доступно. Что можно еще сказать? У этого ножа также, обратите внимание, накладки такого песочного цвета. Но на самом деле в каталоге они обозначены как черные. Не знаю, почему они это сделали. Может быть, у меня какой-то вариант не тот попался. Нож поставляется вот в такой упаковке. В никакой коробке. Все просто. Рейнджер серия, она вся поставляется просто в пакетиках. Штрих-код и надпись ножа. При желании, я думаю, в ситуации выживания, эти винты можно открутить, присобачить более длинное древко, чтобы было удобнее работать. То есть можно фантазировать, можно что-то изобретать. Ножны здесь вот такого типа. Здесь клипсы нет. Они для ношейного ношения. Обыкновенный кайрикс. Нож фиксируется достаточно хорошо. То есть он так слегка... Вот я его засадил, и он не болтается там. А в принципе он должен держаться нормально. Что мне здесь не понравилось, обратите внимание на размер этих ножен. Ну, а это чересчур много. А сам нож, он проходит вот здесь. Они вполне могли сэкономить место, вот как-то вот так вот увидя. Я не знаю, для чего они сделали. Может, это для совместимости с каким-то аксессуаром. Ну, для меня это слишком много. Я бы сделал поменьше. Все-таки это маленький нож, и пусть и ножны будут маленькие. Ну, это, в принципе, претензия такая, не основная. Ножны это не главное. Сам нож, в принципе, хороший. Заточка заводская здесь также хорошая. Она, в принципе, нормально бреет волосы, режет бумагу. Давайте я вам покажу еще раз нож поблизости в режиме макро. Вот, видите, он очень маленький. Маленький. Он уже выглядит таким немного потасканным, прямо с завода. Нож сделан в США. Нож, именно, думаю, поэтому и дорогой, что он сделан в США. Тот же аналогичный нож выживания, очень маленький, RSK MK5 от Dagaritra. Он стоит 15 долларов. Он сделан в Китае и из более простой стали. Этот нож из углеродки Ontario 1095 сделан в США. И он стоит уже в районе 60 долларов. Это, конечно, много. В принципе, другие ножи более большие из серии Ranger. Они стоят примерно столько же. Но, с другой стороны, у этого ножа также есть своя ниша. То есть, если кому-то он нужен, то, думаю, человек его купит. Здесь мы видим нанесен логотип Ranger серии. Здесь надпись Ontario. По размерам он выглядит по сравнению с компакт-диском вот так. По сравнению с Enduro он выглядит вот так. Нож двухпальцевый, как я уже сказал, для каких-то мелких, небольших работ, бушкрафт-работ, что-то разделать, какое-то животное разделать, ловушки приготовить, убежище как-то соорудить. Он, в принципе, пригоден. А когда ничего другого нет. И я считаю, у него именно узкая задача это быть в небольшом, маленьком нас наборе. То есть он места не занимает, мало весит, положил, забыл. Случилась авария, ЧП достал, воспользовался. Суть проста. Хочу вам также сейчас продемонстрировать, как этот нож может работать, несмотря на свои размеры. В бушкрафт-ситуациях часто бывает нужно изготовить крутые вещи. Этот нож, несмотря на то, что он двухпальцевый, вполне можно что-то делать. То есть спокойно можно выполнять большинство таких задач. Он, конечно, не очень удобен, гораздо менее удобен, чем обычный классический бушкрафт-нож. но в принципе он пригоден для работ. Он реально может помочь, когда у вас нет другого ножа. Думаю, этот нож будет весьма полезен. конечно, мне сейчас неудобно и было бы гораздо удобнее, если бы у меня темляк был здесь, и я бы его как-то зафиксировал при помощи темляка в руке. Но в принципе, что-то делать, что-то вырезать, что-то мастерить, как-то что-то делать и можно. Вполне можно работать, несмотря на такие очень маленькие размеры. Я бы даже сказал смешные размеры. В принципе, нож реально рабочий. Также этим ножом можно запросто, конечно, животное освежевать какое-то. то есть использовать его и в качестве небольшого, такого неудобного, но все-таки оружия. В принципе, под свою задачу, для которой он был придуман, он подходит. Это да, это точно. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать. Постараюсь ответить. Спасибо за внимание. Всем счастливо. Спасибо.